Шеф-повар, Максим Григорьев. Картофель фри. Как сделать картошку фри дома, интересует многих любителей вкусных блюд из картошки, фастфуда и прочей еды, которую трудно назвать здоровой. Хотя, сколько бы ни говорили о вреде этого блюда, почему бы изредка не побаловать себя. И вовсе незачем отправляться в кафе для того, чтобы покушать картофель фри. Можно пожарить его дома без фритюрницы. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Вода 1 литр. Картофель 1 кг. Масло подсолнечное рафинированное 1 литр. Сахар 2 ч.л. Соль 1 ч.л. Шаг 1. Для приготовления вкусной и хрустящей картошки фри с корочкой, нам понадобятся следующие ингредиенты – картофель, вода очищенная, сахар, соль и рафинированное дезодорированное масло, приблизительно 1 литр. Шаг 2. Первым делом почистим картофель, 1 кг. Для этого мы используем специальную чистку для овощей, но вы можете это делать и обычным кухонным ножом. Шаг 3. Далее нам необходимо нарезать картошку. Делать это будем с помощью специальной резки для картофеля, так как очень важно получить ломтики одинаковой толщины. Шаг 4. Для того, чтобы картофель получился вкусным, его необходимо замариновать. Для этого в 1 литр воды добавим 2 ч.л. сахара и 1 ч.л. соли. Шаг 5. Помещаем нарезанный картофель в маринад на 15-20 минут. Шаг 6. Следующим этапом является заморозка картошки. Это необходимо для того, чтобы после приготовления корочка была хрустящей, а сердцевина – мягкой. Шаг 7. Наливаем в сотейник и разогреваем рафинированное подсолнечное масло, 1 литр. Проверить готовность масла для жарки можно, опустив в него наколотый на вилку ломтик картофеля. Если масло достаточно раскалилось, то кусочек картошки начнет характерно для фритюра пузыриться. Шаг 8. После того, как масло достаточно раскалилось, опускаем в него нашу картофельную соломку. Готовность картофеля определяем на глаз по золотистому цвету и образовавшейся хрустящей корочке. Например, для ломтиков толщиной в 1 см время жарки будет около 8 минут. Шаг 9. Достаем готовую фрино-бумажное полотенце, сложенное в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы впиталось лишнее масло. Теперь осталось лишь посолить картошку и можно подавать к столу. И помните, кушать его необходимо горячим. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.